На территории промышленной зоны в Матяково восьмой год работает компания по производству тканей для пошива спецодежды. Материал, который выпускают на предприятии «Текстиль инновации», защищает от термических рисков электрической дуги, воды, тепла и пламени. Как организован производственный процесс на фабрике, расскажем в сюжете. Предприятие специализируется на производстве тканей специального назначения. Из нее шьют одежду для электриков, шахтеров, сварщиков и пожарных. Технологическая цепочка начинается в цехе снования и перематывания пряжи. Сырье поступает в виде пряжи, которую мы закупаем у различных поставщиков, в том числе российских и иностранных. Здесь происходит снование основ, формирование катушки для того, чтобы зарядить их на тканские станки. Также здесь проходит перематывание нити после снования основ. Сошпулярника огнестойная нить из армиды наматывается на сновальный барабан. При необходимости ее обрабатывают эмульсионными растворами и перематывают на тканский навой. Здесь производятся основы с количеством нитей от 3,5 до 5 тысяч, нитей параллельно намотанных. Ну и затем эта основа поступает в тканский цех, привязывается на станке и за счет переплетения основы с утком производится ткань. Это уникальная ткань, которая защищает человека от удара электрического тока. Ткань используется абсолютно все наши службы, госкорпорации, это и РАОИС, это энергетики, это РЖД, МЧС. Человек полностью защищен. В этой одежде пообщались с руководством, услышали о планах реализации этой продукции. Завод единственный, еще раз подчеркиваю, единственный на территории нашей страны, который именно такую уникальную ткань производит. К концу года компания планирует выпустить полтора миллиона кубических метров ткани. С увеличением заказов объем продукции будет расти. На фабрике для этого есть все условия. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.